Сертификат на полтора миллиона рублей на покупку медицинского оборудования детская поликлиника номер один получила в рамках благотворительной акции «Мир без слез». Она уже 15 лет проходит в разных городах России. Особенность программы в том, что меценаты дарят больницам медтехнику, в которой нуждается конкретное лечебное учреждение. Уже в ближайшее время в первой детской поликлинике появится два современных датчика для ультразвукового оборудования. Один для исследования сердца и сосудов новорожденных, второй для УЗИ диагностики головного мозга. Как пока, в поликлинике проводят обследование универсальным датчиком. Мы сегодня говорим о том, что какой орган болит, для такого органа и нужен датчик сердца. Это сердце, головной мозг, головной мозг, органы брюшной полости, да, гинекология, да, щитовидная железа, отдельный датчик. Когда мы смотрим фазированный, так называется, общий датчик, да, то, ну, визуализация может быть и не та. Поэтому на сегодняшний день, да, это новое, нам трудно приходится приобретать эти датчики. Татьяна Максимова не скрывает, нагрузка на все УЗИ кабинеты поликлиники очень большая. Благодаря программе «Мир без слез» очередь на обследование станет намного меньше. Новые датчики установят в кабинете УЗИ в новом филиале детской поликлиники на Нижней Дуброве. Это позволит ежедневно обследовать на 100 маленьких пациентов больше, чем раньше. Очередность уменьшится, доступность, качество улучшится. И на сегодняшний день не только пациенты и родители говорят, спаси, доктора, которые могут точно сказать, какой диагноз поставлен, правильный, правильно поставленный диагноз. Ведь бывают неверно поставлены диагнозы, и мы страдаем от этого, страдают пациенты. На сегодняшний день обслуживание детей раннего возраста ежедневно увеличится. На торжественное вручение сертификата приехал губернатор Владимир Сипягин. В детской поликлинике номер один работает единственное в области санаторное отделение для детей. Круглый год здесь лечат детей с бронхолегочной патологией и расстройствами нервной системы. Глава региона особо отметил важность такого партнерства бизнеса со здравоохранением. И заявил, что областные власти тоже приложат максимум усилий для развития медицины 33 региона. Это радость, это праздник, а при этом еще когда это идет, сочетается с такой материальной поддержкой, которую вы сегодня оказали, поликлинике номер один, предоставив вот это вот оборудование, это большого стоит. Мы для себя делаем это приоритетом на ближайшие пять лет. И будем всячески способствовать развитию вот именно в сфере материнства и детства направления здравоохранения. Настоящим подарком для юных пациентов санатория стало представление с участием героев программы «Спокойной ночи, малыши». Вместе со Степашкой к Владимирским малышам приехала сама Наталья Голубенцева. Заслуженная артистка России озвучивает любимого детского героя с самой первой программы. Подпевали все наши песенки, все слова знают, кричали Степашка и Фили, знали все наши имена и реагировали замечательно, просто чудесно. Пока взрослые обсуждали серьезные вопросы, дети с удовольствием колдовали вместе с безумным шляпником. Пончик в правую руку, крепко сжимаем, кладем на руку, готовы? Один, два, три. Ух ты! Время, время, шляпник, молодец! Да и вокруг у вас все получилось. Не исключено, что это не последнее участие области в акции «Мир без слез». Регион планирует подать заявку на покупку оборудования для детской больницы в Муроме. А несколько лет назад в рамках этой благотворительной программы медицинскую технику получила областная детская больница и специализированный медцентр в Пеганово. Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал.